друзья всем привет сейчас я покажу вам фаленопсис который погибает на первый взгляд но это не так секундочку я сижу в своем уголке счастья до умиротворения это мой уголок как-нибудь я вам его покажу полностью потому что многие спрашивают ну как так ты живешь в однушке все такое друзья однушки то разные бывают у меня не маленькая квартира у меня одна комната ну зал как как не знаю сейчас говорят гостиная не знаю 24 метра и у меня есть вот такой вот закуточек он вот так вот идет тык-тык-тык по кругу чуть-чуть проход ну покажу когда-нибудь друзья я не очень люблю афишировать что не очень друзья есть такой фаленопсис он куплен с рук это стюартиана белая вы скажете на ней нет крапа на ней был крап друзья был фишка в том что на ней было знаете сколько много много листьев куча с этой стороны 4 и с этой стороны 4 друзья он был куплен с рук этой зимой но я люблю стюартиана да почему не не потому что они так вот цветут там до желтым белым и желтая есть белая потому что я люблю крап на листьях я купила с рук хороший цветочек шикарный все идеально принесла домой и начались проблемы начались знаете какие проблемы листья становились просто на них росли пятна росли пятна и ничего не помогало никакие фунгициды вообще ничего не антибиотики бывает и такое друзья я уже думала я проливала антибиотиками проливала фунгицидами ничего не помогло эти листочки становились они не были мокрые росли просто черные черные пятна и листья разваливались просто вот от ствола они отпадали они не успевали пожелтеть они такие пятна были даже ну я не могу вам передать я не очень люблю показывать плохие ролики когда вот цветок гибнет да а потом показывать что он выжил я люблю ну вот но я такой человек да я люблю показывать когда все супер в том плане что пошел рост растение выжила ну такая я смотрите друзья было много пар листьев вот это маленькие листочки у него были огромные в два раза больше листья они были в такой сизый краб ну то бишь лист сизый и краб потемнее хорошие корни то есть я не заливала я не ну у меня нет времени до на залив растения я зимой поливала раз в 10 в 12 дней проливом по краю горшка полила стекло у меня такие кашпо стекло чуть-чуть вода остается все ничего не делаю корни сгнили сейчас я вам покажу так мы сейчас смотрим корневую друзья смотрите хорошая была корневая все корни сгнили просто но не все конечно есть еще зелененькие но есть и гнилые я думаю блин что я делаю не так растение пересажено так секунду он пересажен потому что он был куплен с рук действительно девочка мне продала с хорошими корнями видите есть гнилые есть хорошие это был полив вчера он не мокрый друзья был вчера полив у меня спустя семь дней вот видите есть хорошие есть гнилые я не могу понять чем дело цветок пересажен торфяного стакана нет что происходит вот эти вот корешки которые от стволика вы сейчас видите смотрите от стволика вот этот вот остался жив да вот он я начала я начала замазать максимом витаросом фитоловином проливать физаном 20 не могу понять ну в чем дело вот да а вот 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 видите какие пятна были вот они вот осталось но больше они не растут друзья все остальные листья погибли тургор потеряли и только вот здесь маленькие такие вот вмятины там были вот такие ого го что не так почему я думала потеряю опять стюартиану жалко обидно вот здесь было много вот смотрите засохшие корни от стволика корень засыхает вот один выжил ну давайте не будем на него обращать внимание от стволика корня начали засыхать гниет ствол плюс это сейчас они засохли друзья но сначала изначально листья просто покрывались такими вмятинами черными и отпадали но думаю опять друзья вы думаете все идеально у всех орхидей нет у моих домашних давным давно домашних все хорошо да они вон растут цветут деток блин дают вот у меня заразы деток дают много не только при корневых но при этом на цветоносах думаю но и ну все потеряю стерти она все гниет ствол вот этого листика не было проходит где-то месяца два да ну два чуть чуть больше двух месяцев после покупки и я наблюдаю такую картину вот эти два листа перестали ну то бишь они набрали туркар перестали расти пятна и появился вот этот вот листочек у меня это мой домашний мой не той девочки у которой я купила на корешки сейчас растущими смотрим раз смотрим на видите детка растет хотя точка роста не нарушена друзья растет детка то есть как понять вот этот вот фаленопс и таких кучи и у вас у меня у всех нас есть вот такие вот проблемные смотрите вроде бы корни засушил до от стволика там с той стороны что это означает значит означает ствол гниет это плохо хорошо ствол гниет почему растет детка ничего не нарушена да вроде бы по идее гниет ствол и какая там может быть детка но друзья это растет детка вот она и у нее там раз два три листочка как такое возможно я думаю ну наверное я подумала друзья наверно начал гнить ствол вот здесь да но не снизу хотя корни ну как бы засохли там ниже вон они там засохшие корни от ствола начали сохнуть я думаю ничего делать не буду все я обиделась как бы опять купила опять неудача вроде бы ничего плохого не делала друзья хорошо смотрим начали расти корни раз корень вот здесь папу рыжка тоже пойдет корень вот смотрите корень вот эти сухие чешуйки очень сложно снять я не лезу вот корень что это означает друзья вот бывает такая фишка не надо лезть вот если бы я полезла достала его да ну я не могу дать вам какую-то гарантию что это бы растение выжил нет вот такое бывает покупаешь цветок и он стрессует конкретно я не знаю какой был уход у этой девочки цветочек был пересажен и корешки были все и много-много пар листьев здесь 4 здесь 4 листа ну пышно огромные огромные листья стрессанул видите ну другой уход видимо у меня много ламп много действительно до разных как-нибудь надо мне ролик снять какие у меня есть лампы у меня есть мини фермер у меня есть обычные люминесцентные лампы есть обычные вообще совсем обычный вот сейчас вам покажу смотрите штука интересная покупала на алиэкспресс лампа и вне в ней пант один патрон и в нем два входа для лампочек то есть две лампочки но там один патрон как-нибудь покажу может быть завтра то бишь у меня есть супер крутой увлажнитель воздуха очень крутой сделан в корее продается для американцев да там мембрана она не портится а даже от жесткой воды и не фильтрую воду но все супер возле окна стоят вот что происходит если вы мне можете ответить это будет супер в комментариях пожалуйста но я понимаю что понимаете вот у вас будет растись все супер принесешь я принесу домой все другая обстановка смена обстановки все стресс но вредом я думала больной друзья блин думаю ну что такое видите нет это не было гниль ствола друзья почему снизу было бы гниль ствола не пошла бы детка сверху было бы гниль ствола не пошли бы корни вот так вот вот такие вот стрессы поэтому друзья когда такая фишка происходит да вот ну блин падают листья и все засыхают корни не спешим резать и куматозить спешим резать знаете когда когда видим что все уже происходит вот но все но мы чувствуем мы с вами все чувствуем свои цветы в любом случае только куплены или давно куплены и все равно мы видим чувствуем вот я не стала ничего делать вот так вот не спешим друзья не спешим но при этом наблюдаем очень быстро все это происходит если ствол гниет у него желтели листья пятна росли от ствола то есть не с кончиков от ствола все равно не спешим ну наблюдаем друзья ну давайте попробуем почувствовать цветочки том плане что а а вдруг получится вдруг выживет неизвестно что с ним да и в первое конечно вы отрезать все снести макушку но у меня бы не было детки цветок полноценный нарастет да они красивая вот это вот лысая жопа но все нарастут корни они а уйдут вниз это все закроется и будет симпатично так что вот так вот мои хорошие посмотрим будем вместе наблюдать я жду этого жоп жопника для меня вот этот вот стюартяна жопник который я стрессанула он стрессанула я стрессанула вместе с ним и делай не в деньгах друзья дело у меня совершенно не проблема в деньгах ну купила ну потеряла да ну что бывает дело в том что жалко цветочек ты его хочешь конкретно до ждешь там ищешь и вот происходит вот такая фишка друзья я его дергать пересаживать не буду все корни пошли нарастут закроет вот эту лысую башку и и все будет нормально так что друзья тоже не спешим не спешим мои рыбки как-то вот не знаю вот я вам сейчас делюсь со своим ну своим опытом да что я наблюдаю что происходит каждый фалинопсис по-разному если у вас получилось может у меня не получится и наоборот все индивидуально пожалуйста так что ну вот так вот вот такое вот чудо бывает берегите себя и цветочки пока пока до скорых встреч